Собственно, я бы хотел начать, наверное, с того, что с CheckPoint, возможно, не все знакомы, поэтому я немного расскажу о компании и, соответственно, вот основные факты о компании. Компания CheckPoint на сегодняшний день существует на рынке уже больше 20 лет. Если быть точным, им в этом году исполняется 23 года, и на протяжении всех этих 20 с лишним лет компания занимается исключительно решениями в области информационной безопасности. Благодаря такому фокусированию, в общем-то, за 20 лет компания достигла действительно внушительных результатов, в частности, это подтверждается статистикой внедрений. На сегодняшний день 100% компаний из списка Fortune 100 и 98% компаний из списка Fortune 500 так или иначе используют продукты CheckPoint. А Fortune 100 и Fortune 500 – это лидеры, корпоративные лидеры американского рынка, если быть точным. Соответственно, в компании на сегодняшний день уже работает больше 3500 человек, и самый главный момент, наверное, в этом, то, что больше половины из них – это подразделения R&D, то есть это люди, которые, ну, это математики, это вирусные аналитики, ученые и так далее и тому подобное. То есть компания действительно очень сильно сфокусирована именно на информационной безопасности, именно на анализе угроз, и, соответственно, это огромный-огромный плюс. Помимо этого, действительно, ну, как бы, не только заказчики, скажем так, оценили компанию по достоинству, и компания уже на протяжении более чем 10 лет занимает ведущие строчки в рейтингах, в отраслевых рейтингах Gartner и NSS Lab. Что немаловажно для нас, то, что компания израильская, ну, точнее, головной офис компании находится в Израиле, да, у нее есть представительство в США, у нее есть представительство в Европе, но тем не менее. И компания в этом плане ведет довольно демократичную политику с точки зрения санкций, и, ну, она их не придерживается. Более того, российский рынок, компания Чекпоинт был определен так стратегически, соответственно, компания много вкладывает в этот рынок. На сегодняшний день офис, московский офис компании Чекпоинт, это более 50 человек. На самом деле, не каждый крупный вендор может похвастаться таким локальным офисом. Но то, что подтверждает, что, в принципе, компания Чекпоинт может обеспечить защиту инвестиций на высоком уровне и не будет принимать участие в любых, скажем так, конъюнктурных обстоятельствах, которые вокруг происходят. Что касается рейтингов. Отраслевые рейтинги Gartner – это больше маркетинговый рейтинг, это рейтинг того, как… Ну, он и технический, но больше с уклоновым маркетингом все-таки. Связано с тем, насколько компания хорошо видится своими клиентами. И, соответственно, насколько хорошо компания владеет теми технологиями, которые поставляет. И здесь Чекпоинт уже на протяжении более чем 10 лет, он находится в квадрате лидеров. Это вот правый верхний квадрат. По категориям Enterprise Network Firewall, ну, вот это в частности по Enterprise Network Firewall, ну, и там по другим категориям тоже, там их довольно много. Но если Gartner – это такой более маркетинговый рейтинг, то NSS Lab – это сугубо технический рейтинг. То есть здесь приведена стоимость защиты одного мегабита в секунду, да, и, соответственно, эффективность этой защиты, которая, ну, измерялась реальными тестами на реальном оборудовании. Чекпоинт здесь тоже занимает лидирующие позиции. Вот правый верхний угол, здесь лидеры находятся. По категориям NGFW, по категориям UTM, Unified Threat Management, по категориям IPS и так далее. Но, в принципе, по всем категориям, связанным с сетевой безопасностью, Чекпоинт занимает лидирующие позиции. Да, ну, NSS, естественно, рекомендует использовать Чекпоинт для защиты своей инфраструктуры. Чекпоинт часто обвиняли в том, что это исключительно софтверная компания. На самом деле это не так. У Чекпоинта есть огромный диапазон устройств различных от SMB, там, да, SOHO решений до High End Enterprises и Career Grade решений. И для удобства своих заказчиков Чекпоинт ввел такой параметр Security Power Unit, благодаря которому вы можете измерять простым Sizing Tool, который доступен всем партнерам, в принципе. Вы можете сказать, что вам надо от вашего межсетевого экрана следующего поколения, соответственно, какая у вас нагрузка будет, какие каналы, сколько трафика проходит, сколько пользователей. И отсюда вы получаете некую цифру в SPU и, абсолютно не задумываясь, берете апплайенс, который подходит под эти SPU. В общем-то здесь все просто. Здесь представлены апплайенсы 2012 года, в этом году вышли новые апплайенсы, сейчас на данный момент нотификации на них нет, мы ожидаем нотификацию в четвертом квартале этого года. Соответственно, если все пойдет хорошо, то она уже будет буквально через пару месяцев. В чем отличие? Отличия, на самом деле, здесь не сильные. Отличие в том, что эти железки стали производительнее и дешевле на единицу SPU, на единицу производительности. Соответственно, вот и все отличия. Диапазон тоже у них, в принципе, довольно-таки большой, подходит под любые масштабы бизнеса и так далее. Собственно, чекпоинт фокусируется на продукте под названием NGFV. Это не продукт, это термин, который означает, что в рамках одного устройства, Navigation Rational Firewall означает, что в рамках одного устройства вы можете реализовать все функции, связанные с сетевой безопасностью. То есть это не только Firewall, это не только IPS и система предотвращения утечек, но это в том числе и контроль приложений, и URL-фильтрация, это и сетевой антивирус, это и антиспам, это и антибот. И, собственно, новые довольно-таки технологии на сегодняшний день, Threat Emulation, Threat Extraction, о которых мы сегодня немного поговорим. Включается это все очень просто, то есть это вот буквально там интерфейс, если вы нажмете нужные галочки и получаете нужный функционал. Чекпоинт нужно отметить, что NGFV, вообще концепция NGFV стала возможной с появлением технологии Stateful Inspection, или если дословно перевести на русский, это инспекция с сохранением состояния. Означает она примерно следующее, что любой пакет, проходящий на третьем уровне, да, классический Firewall работает на третьем уровне, ваш NGFV умеет, точнее Stateful Inspection умеет разбирать до седьмого уровня и понимать, к какому приложению относится данный пакет. И делать это все в режиме реального времени, понятно, так как это сетевой. Это сетевой Firewall, естественно, и задержит, тут не очень хорошо. Да, собственно, сейчас все NGFV работают на базе технологии Stateful Inspection, и, собственно, все патенты на Stateful Inspection на сегодняшний день принадлежат компании Checkpoint. То есть это их разработка была. Можно сказать, они стали родоначальниками NGFV. Собственно, это что касается компании Checkpoint. Что касается решения Threat Emulation и Sunblast как общего решения. Что же это такое? И почему есть такая проблема борьбы с, как называемыми, нульдей угрозами, либо борьбы с неизвестными угрозами? Примеры. Есть много примеров, да, мы все знаем. Есть антивирус. Антивирус здорово борется с известными угрозами, используя сигнатурный анализ. Да, в антивирусах есть эвристика, да, они могут отойти немножко от границ сигнатурного анализа и что-то попытаться проанализировать. Но обычно, ну, как показывает практика, я не слышал о прям таких больших историях успеха, когда эвристика действительно останавливала уж совсем неизвестные угрозы. Соответственно, да, вроде хорошо. Есть вроде IPS, да, система предотвращения вторжения, которая также использует и эвристический анализ, и сигнатурный, да, ну, все IPS-системы используют сигнатурный анализ, в том числе они могут использовать эвристику, если это нормальный IPS. Но опять же здесь возникает проблема, что они не могут бороться с теми угрозами, о которых они еще не знают. При этом мы с вами прекрасно понимаем, каким образом может работать угроза. То есть мы можем не знать, как выглядит ее сигнатура, но мы можем знать, что, да, например, есть там атаки на переполнение буфера, допустим. Мы с вами концептуально понимаем, что, в принципе, в любом куске кода, в любом куске программы может быть такая уязвимость там на переполнение буфера, потому что переменных много, не все проверяются и так далее и тому подобное. Соответственно, концептуально мы знаем, как работают те же эксплойты, но мы не можем заставить об этом узнать наши системы сетевой безопасности. Самбласт — это как раз то решение, которое подразумевает, что для того, чтобы определить, является ли этот файл угрозой, когда все эшелоны защиты типа антивируса, IPS, антибота сказали о том, что, да, этот файл чистый, мы не знаем, что в нем. Соответственно, последняя линия защиты — это вот Threat Emulation. Собственно, есть функциональный Threat Emulation, можно поделить на четыре части. Первая часть — это инспекция, естественно. Благодаря, опять-таки, Stateful Inspection мы можем вырывать из проходящего трафика сетевого, вырывать файлы, да, это не обязательно, может быть, это может быть SMTP, трафик, это может быть HTTPS, если у нас включена HTTPS инспекция, да, мы что-то скачиваем с сайта, нам что-то присылают по почте. Соответственно, мы, благодаря там Stateful Inspection, мы можем вынимать эти файлы из трафика и тут же отправлять эти файлы в виртуальную песочницу для их последующей эмуляции. Дальше происходит эмуляция. Эмуляция происходит — это специально подготовленные виртуальные машины. На сегодняшний день доступны образы Windows 7, Windows 8, XP. Здесь есть, да, здесь в презентации указано, что можно добавлять пользовательские образы. Это довольно сложно, потому что образы готовятся довольно долго, там действительно используются очень много технологий по предотвращению обхода техник детектирования, и, соответственно, образ подготавливается действительно долго. Это не обычная виртуалка, которую вы поставили на гипервизор и запустили, и она работает. Нет, там все довольно-таки, ну, все несколько сложнее. Соответственно, ну, доступны 7, 8, XP. На самом деле, как показывает практика, нет необходимости в большом количестве образов, да, потому что большинство уязвимостей нацелены, если мы говорим про широко распространенные уязвимости, да, они нацелены на вполне конкретные, самые распространенные операционные системы. Если мы говорим про ваш конкретный случай, вам тоже нужно понимать, что если у вас, допустим, стоит политика обновлений, и вы понимаете, что у вас все системы, которые есть, это Windows 8, то, соответственно, включать там, допустим, XP, которую вы не используете, ну, вам смысла особо не имеет, потому что вам все-таки нужно понимать, насколько актуальны угрозы именно для вашей инфраструктуры. Собственно, эти операционные системы открывают файл. Да, там предустановлен Adobe Reader, там предустановлен Microsoft Office. Это полноценные виртуальные машины, мы сегодня посмотрим, как они работают, даже залезем вам внутрь, чтобы не быть голословным, скажем так. Вот. И следить за ненормальной активностью. Что подразумевается под ненормальной активностью? Ну, во-первых, это обращение к файловой системе, естественно. Во-вторых, это обращение к системному реестру. Это обращение к сетевым подключениям и системным процессам. И в том числе есть вот такая функция, появилась новая CPU Level Debug. Это определение эксплуатов на уровне CPU, чуть дальше об этом поподробнее. Соответственно, дальше, если наша виртуальная машина находит некую подозрительную, точнее, Threat Emulation Demo, находит подозрительную активность, он помечает файл как вредоносный и, соответственно, блокирует проактивно. Это важно. То есть файл до того, когда вставлен до пользователя, он был заблокирован, и, соответственно, уязвимость не была проэксплуатирована, и наша сеть осталась в безопасности. И последний этап, естественно, это публикация результатов работы. Почему он важный? Потому что, как мы говорили, это защита от неизвестных угроз. И, соответственно, как только неизвестная угроза пришла к вам на шлюз первым, например, вы ее проэмулировали, она стала известной. И для того, чтобы защитить вас в дальнейшем от этой угрозы, и в том числе всех остальных пользователей, то, соответственно, эта угроза публикуется в Threat Cloud. Это чекпоинт Threat Cloud, это облако со всеми уязвимостями известными чекпоинтов. И дальше распространяется на всех шлюзах, подключенных к Threat Cloud. Но обычно это все шлюзы. Есть также функционал, это вот что касалось эмуляции, есть также функционал Threat Extraction. Работает он несколько иначе, но преследует ровно те же цели, защиты от неизвестных типов угроз, которые могут поступать с офисными документами. Да, мы здесь, когда мы говорим про Threat Extraction, мы говорим про офисные документы. Работает довольно просто. На шлюз приходит файл, либо он вырывается из трафика, либо, если шлюз у вас настроен в режиме SMTP Relay, просто приходит письмо на шлюз, он достает оттуда файл, и, соответственно, пересобирает этот файл, удаляя из него все потенциально небезопасное содержимое. Притом пересобирать он может двумя способами. Первый способ – это когда формат файла не изменяется, просто из него удаляется все потенциально опасное содержимое. Если мы говорим про PDF, это скрипты, если мы говорим про Excel, Word и что-то еще, это могут быть макросы, это могут быть внешние ссылки на внешние ресурсы данных, если мы говорим про Excel, допустим, и про ODBC-коннекторы, но все что угодно на самом деле. То есть все это чекпоинт вычищает и, соответственно, отправляет файл. Либо есть совсем простой способ, который, в принципе, защищает от любых угроз. Это просто пересобирать любой файл, приходящий в офисный файл, пересобирать в безопасный PDF. То есть и тут уже неважно, там, не структура, там, таблицы, или там, структура, там, документы и так далее, и тому подобное. То есть все пересобирается в безопасный PDF, который, в принципе, очищен от любых уязвимостей, которые могут быть. Для кого это может быть полезно? Очень комплайнтное решение. Очень часто Threat Extraction любит всяческие агентства по подбору персонала, когда вам приходит большой поток резюме CV, и, соответственно, некоторые CV могут быть с эксплойтами, с маварами и так далее. Соответственно, вы просто ставите Threat Extraction в разрыв, и, соответственно, любое CV преобразуется в безопасный PDF, и вам уже нет принципиально, что там было, и вам неинтересно анализировать внутри этого файла, и, в общем-то, если вам CV нужен только для того, чтобы его распечатать. Довольно полезная функция. Соответственно, если, в общем, говорить об архитектуре внедрения Threat Emulation и Threat Extraction, то, соответственно, Threat Extraction, плейд требует только наличия шлюза, он не отправляет информацию куда-то в другую сторону, при том он не сильно сказывается на производительности, пересборка документов действительно происходит быстро и без каких-то драматических задержек, и, более того, это, ну, как я уже сказал, не сказывается на производительности шлюза. Threat Emulation Blade может быть реализован в двух ипостасях. Первое — это, собственно, Sunblast Appliance, это отдельная железка, которая поставится к вам, и, соответственно, локально эмулирует все файлы, которые проходят через ваш шлюз. Либо это облако, Sunblast Cloud, если вы не хотите ставить железку, вы можете отправлять файлы в облако, и они таким же успехом будут эмулироваться. Чуть-чуть поподробнее давайте. А первый, скажем так, пример внедрения — это, собственно, облако, облако Sunblast и, соответственно, включенные в группу блейдов Threat Emulation и Threat Extraction. Что происходит, когда файл приходит на шлюз? Он тут же пересобирается Threat Extraction и отправляется пользователю. Соответственно, пока пользователь, ну, думает, а ему приходит файл, если он хочет получить оригинальный файл, он может подождать, пока файл, будучи отправленным в облако, получит некий вердикт о своей опасности или безопасности. Собственно, тут все довольно просто. В случае с локальным Sunblast Appliance, который стоит у вас, все происходит примерно тем же образом, только в этом случае у вас файл отправляется на локальную эмуляцию, и ожидание, то же самое ожидание вердикта по файлу происходит уже на локальном устройстве, и файл также пересобираясь, уходит к пользователю, и у пользователя далее есть возможность скачать оригинальный файл, если он не содержит игру. Да, в этом случае Sunblast Appliance может ставиться в зеркало, может ставиться в разрыв, да, ну, то есть и как бы Security Bitfail у вас может работать как? С зеркалированным трафиком, то есть только определять, что к вам пришло и потенциально куда ушел уязвимый файл, либо предотвращать, и, соответственно, он тогда остается в разрыв. Есть еще одна, ну, так как Sunblast Appliance, ну, не будет, это не секрет, в принципе, работает на той же операционной системе гая, что работают все остальные шлюзы, у него есть возможность вставать в стенд-головную инсталляцию, то есть он может ставиться один в разрыв и просто не делать ничего, кроме как проверять файлы, проходясь, то есть у вас может быть уже какой-то файрвол, у вас могут быть какие-то системы предотвращения вторжений и так далее и тому подобное, но вот вам не хватало этого функционала, например, да, можно поставить Sunblast в разрыв, и, да, он будет с таким же успехом пересобирать файлы, то есть в Thread Extraction, и, соответственно, эмулировать эти файлы для определения наличия в них угроз на нового дня. Бывают смешанные внедрения, смешанные внедрения заключаются в чем? Во-первых, во-первых, один Sunblast Appliance может обслуживать множество гитлеров. Вам не обязательно каждому шлюзу чекпоинт покупать там по Sunblast Appliance, вы можете в головной офисе купить себе один Appliance и, соответственно, на него отправлять файлы на эмуляцию со всех шлюзов, которые у вас есть. Так называемое Private Cloud решение. То есть, ну, оно называется Private Cloud, на самом деле там разницы в настройке нет никакой. Просто вы всем шлюзам говорите, что отправляй на эмуляцию туда. Можно сделать смешанное внедрение, можно некоторым шлюзам, сказать, отправлять в облако, некоторым отправлять на локальную эмуляцию. Можно вообще сделать так, что при невозможности проэмулировать на локальном шлюзе, отправлять на облако. То есть, в принципе, здесь вы не ограничены в том, каким образом внедрять это решение. То есть, здесь нет привязки, если вы купили железку, вы пользуетесь только железкой. Нет, такого нет. И опять-таки, если вы вдруг пользовались облаком, вы понимаете, что там у вас появились какие-то требования к privacy или требования к скорости обработки, или у вас канал там стал поуже, то, соответственно, вы можете также докупить appliance и также перераспределить нагрузку между облаком и между железным appliance, стоящим у вас. Это удобно. С точки зрения аналитики. Ну, у чекпоинта с аналитикой всегда все было хорошо, и threat emulation и threat extraction не стали здесь исключением. Они очень хорошо вписываются в общую концепцию аналитики событий безопасности чекпоинта. Они также появляются в событиях threat emulation, ой, они также появляются, извините, в событиях смарт-ивента, они также коррелируются, и по ним также получается довольно детальная статистика о том, откуда пришел файл, где был проэмулирован, на каких системах, вот здесь мы видим, на что он похож. То есть понятно, что это неизвестная угроза, соответственно, она прошла через все эшелоны защиты и попала в threat emulation. Он даже может вплоть до того, что определять, а на какой же exploit или на какую извинность похоже поведение этого файла. В общем-то, здесь, да, все довольно хорошо и красиво, здесь видно и каналы, откуда пришло, и, соответственно, что было сделано с файлом, и кому он назначался, и так далее, и тому подобное. С точки зрения пользовательского интерфейса, здесь тоже все хорошо, но в самом деле, как мы видим, когда пользователь получает письмо, вот у него пересобраны документы, да, в вложении, и, соответственно, чекпоинт добавляет, если мы говорим про SMTP-релей, чекпоинт добавляет, собственно, надпись о том, что ваши файлы отправлены на эмуляцию, но если вы хотите скачать оригинал, вот, пожалуйста, скачайте здесь. Дальше вываливается окошко чекпоинт-ьюзер-чека, да, в котором пользователь подтверждает, что да, это доверенный источник, да, скорее всего, там, все хорошо с этим файлом, отдайте мне его сейчас. То есть, в принципе, все здесь направлено на то, чтобы с одной стороны сделать решение, чтобы обеспечивало дополнительную безопасность, с другой стороны, чтобы не вносило каких-то сильных коррективов в бизнес-процессы. То есть, в этом плане тоже все довольно хорошо и удобно, и с точки зрения пользовательского. И, собственно, технология, которая появилась относительно недавно в Сан-Бласте, это CPU-Level Detection, и немножко я бы хотел рассказать о ней. В чем отличительная особенность? Ну, нужно сказать, что песочность и чекпоинты это не единственное решение на рынке, но это, во-первых, не популярные решения довольно-таки на рынке, потому что они очень сложны для разработки. Естественно, не каждая компания, занимающаяся информационной безопасностью, может себе позволить разрабатывать такие решения, как-то действительно это довольно сложная штука. Так вот, большинство решений работают на уровне МАВЭ. Да, как происходит заражение, да, вообще, и как происходит атака. Для начала, для того, чтобы началась атака, находится уязвимость в существующем ПО. Так называемая 0D-уязвимость, то есть, когда эту уязвимость первыми нашли злоумышленники, естественно, никому о ней не рассказали. Поэтому уязвимость пока неизвестна никому. А дальше под эту уязвимость пишется эксплойт, это программа, которая, дословно, эксплуатирует эту уязвимость. Ничего особенного. А дальше, собственно, этот эксплойт активирует некую полезную нагрузку, которая доставляется вместе с ним. Ну, дальше эта полезная нагрузка уже делает какие-то зловредные вещи. То есть, например, мы берем уязвимость в Remote Procedure Call, да, это там пакет из Microsoft Windows, и берем у него уязвимость переполнения буфера, например. Дальше мы пишем эксплойт, который отправляет нужным образом сформированные IP-пакеты на порт, который слушает РПЦ, а дальше мы эти пакеты эксплуатируют уязвимость переполнения буфера, доставляют туда полезную нагрузку, например, какой-нибудь Remote Shell, да, и, соответственно, Remote Shell уже через себя загружает какую-нибудь маварь, например, киевоги. Вот вам пример того, как происходит. И, соответственно, все решения на сегодняшний день, которые существуют на рынке, они работают исключительно на уровне Malware, то есть, когда эксплуат уже проэксплуатировал уязвимость, потому что о ней никто не знает, естественно, и уже по факту того, как себя ведет зловредный код, уже определяется, что, да, ой-ой-ой, это была уязвимость, и, оказывается, это файл был уязвимым. Благодаря CPU Level Detection мы определяем, чекпоинт определяет атаку, эксплуат, эксплуатацию уязвимости неизвестной на уровне еще от эксплуата, то есть, когда мы пытаемся проэксплуатировать уязвимость, например, переполнение буфера. За счет чего это происходит? Ну, во-первых, надо сказать, что операционные системы тоже не дураки разрабатывают, естественно, все разработчики операционных систем закладывают некие инструменты и механизмы борьбы с эксплуатами и борьбы с неизвестными уязвимостями. Одна из таких технологий называется Data Execution Prevention. Она подразумевает, что центральный процессор выполняет только тот код, который помечен как исполняемый в памяти, да, и, соответственно, остального кода из памяти не выполняется. Ну, здесь есть методы обхода под названием ROP, Return Oriented Programming, когда злоумышленники используют только предзагруженные куски кода, которые уже помечены в памяти, как куски, которые можно исполнять. Это важный момент на самом деле. И, как бы, вот ДЭП, это, ну, все возлагали очень много надежд на это, но современные злоумышленники тоже не сидят на месте. И, собственно, довольно интересная функция. Вторая функция, которую изобрели, тоже, это ASLR, так называемый, ну, функция заключается в простом, что код загружается в случайные ячейки памяти, то есть у вас нет возможности, например, последовательно читать память и выгружать оттуда, ну, всю последовательность execution slow, и, соответственно, она грузится в рандомные куски памяти. Ну, это, на самом деле, тоже обходится довольно просто. Вот эти кусочки кода, которые мы пытаемся найти, мы, злоумышленник, точнее, при эксплуатации взаимности, пытается выгружать из системных дейлили, известных системных дейлили, или через узимое по, там, те же браузеры, или там, Adobe Reader, или Microsoft Word, все что угодно. Соответственно, у них известно, где лежат куски какого кода, и, соответственно, они просто выгружают эти куски. Довольно интересные технологии. Собственно, CPU Level Detection работает на принципе CPU Debug, то есть он, что происходит? Поступает файл, соответственно, мы открываем этот файл, точнее, Red Emulation открывает этот файл, и дальше он смотрит на то, какие команды отправляются в процессор, и какие, скажем так, ячейки памяти пытаются обращаться в процессор, то есть вот адреса точнее, в процессоре, и собирает вот эту CPU Flow Data, потоки выполнения CPU, и анализирует на предмет того, что если, допустим, в потоках есть перескакивание, ссылка на несуществующую ячейку памяти, ведь обычный execution flow, он подразумевает, что у вас все ячейки памяти предопределены, и, соответственно, у вас программа не выходит за некоторые рамки отведенного ей пространства. Злоумышленники же пытаются, да, обычно, как это делается, они пытаются на уровне ассемблера перенаправить, условно говоря, поменять пару адресов, точнее, выгрузить нужный им код из памяти, поместив его в общий поток исполнения одного приложения, и дальше этот код будет просто ссылаться на другие ячейки памяти. Вот это как раз и отслеживает CPU debug mode, и, соответственно, на основании этого threat emulation принимает решение о том, что файл, скорее всего, скорее всего, файл плохой. Да, в чем преимущество? Преимущество в том, что вы, что независимо от того, какая операционная система используется, CPU debug работает на уровне гипервизора в связке с инструкциями процессора. То есть здесь вообще не принципиально, какая операционная система используется. Этот метод позволяет находить уязвимости в принципе в любой операционной системе и в любом исполняемом файле или приложении, которое его открывает. Таким образом, подводя немножко итоги нашей презентации. Threat Extraction, собственно, решение Sunbust по защите от угроз нулевого дня включает в себя два решения. Первое это Threat Extraction, который пересобирает файлы и делает из них безопасные файлы и немедленно доставляет их до пользователя. И, соответственно, Threat Emulation, который отправляет все приходящие файлы, которые могут содержать визвимости в виртуальную песочницу с операционными системами и CPU Level Detection и, соответственно, эмулирует там файлы, пытаясь находить эксплойты, неизвестные визвимости и так далее и тому подобное. И, соответственно, защищает от неизвестных угроз. Отчего еще может защищать Threat Emulation? Это, наверное, очевидная вещь. Примеры жизни, наверное, все из вас или многие, по крайней мере, сталкивались с проблемой криптолокеров. На сегодняшний день это, можно сказать, она уже приобрела, наверное, ранг эпидемии, эта проблема, потому что проблема криптолокеров заключается в том, что, во-первых, они не эксплуатируют никаких уязвимостей системы, они просто шифруют файлы, до которых дотягиваются. И смотрите, какая ситуация интересная получается. Скрипт, это скрипт, обычно это ВБ-скрипты, да, это скрипт, который не пытается повысить привилегии в системе. Скрипт, который не пытается эксплуатировать никакие уязвимостей, и скрипт, который, в принципе, ну, скажем так, делает довольно валидные вещи. С точки зрения операционной системы и всех систем защиты, ну, криптолокеры не делают ничего плохого. Ну да, программа шифрует данные, ну, ничего страшного, может, вы сами хотите их зашифровать. На самом деле, и, как бы, песочница как раз-таки позволяет с этим бороться. Обычно эти ВБ-скрипты, бинарные файлы, да, либо это документы Word, либо это PDF, либо еще что-то, да, и, соответственно, уже на уровне Threat Emulation демона он понимает, что, а, файл-то у нас доковский, и у доковского файла есть некий список разрешенных действий. Это действие запрещено, соответственно, там, попытка пытаться получить доступ к файловой системе со стороны Microsoft Office воспринимается как подозрительная активность и файл блокируется. Пожалуйста, все, проблема криптолокеров решена, и, в принципе, она решена из коробки. Поэтому Threat Emulation не только для защиты от угроз нуляного дня может использоваться, но в том числе и вот таких не очень приятных вещей. В общем-то, все, на этом я презентацию закончу. Если есть вопросы по презентации, я бы, наверное, их отложил немножко на конец, потому что сейчас я бы хотел вам показать как работает собственно Threat Emulation. Сейчас, секундочку, я шаринг сделаю нормально. Так, коллеги, у меня видно экран? Нет, видно. А вот так видно? Вот так видно, да? Да, так видно. Супер. Так, консоль тоже видно, да? Да, да. Значит, у нас здесь есть в лаборатории развернутый свой Threat Emulation Appliance. Сейчас, секундочку. И, соответственно, мы сейчас на нем продемонстрируем. Да, здесь я подмонтировал, сейчас я еще разок наберу эту команду, ну, тут видно, наверное, что я ее уже набирал. Здесь подмонтирована моя локальная шара с моего ноутбука, да, и там лежат дата-шиты, вот, если посмотреть, дата-шиты по чекпоинту, да, по разным там, апплиенсам и так далее. Они, да, они не вредоносные, сразу предупрежу, то есть мы не увидим с вами здесь какого-то экшена с точки зрения, что там чекпоинт определил вредоносный код. Это, наверное, будет в следующих презентациях. Я надеюсь, что нам удастся продемонстрировать это все. Ну, в общем, в рамках этой презентации я бы хотел вам просто показать, так называемый proof-of-концепт, как это работает и что это действительно, скажем так, что это работает вообще. Значит, что мы делаем? Здесь есть такая команда, можно принудительно в Threat Emulation Appliance отправить файлы на эмуляцию, ну, которые лежат локально. Так как у нас локально подмонтирована директория, вот мы можем вот e-share отправить на эмуляцию в наш вот пошла эмуляция, ну, тут не очень интересно на самом деле, а самое интересное происходит у нас обычно вот здесь. Да, у нас ограничение стоит на три виртуальных машины, коллеги, видно, да? Соответственно, вот у нас CheckPoint запустил три виртуальных машины и разделил все файлы по ним и, собственно, вот он сейчас их открывает поочередно, как мы видим, да, это обычная Microsoft Windows, по-моему, да, это семерка, там используются, там есть какие-то папочки, файлики, там есть Firefox, Google Chrome и все что угодно. В принципе, в теории этими машинами еще можно и управлять, но как бы в этом смысла особого нет. Соответственно, что происходит с точки зрения с точки зрения чекпоинта, головного, да, под управлением которого находится Threat Emulation Appline. Сейчас пока ничего не происходит, потому что вердикта Threat Emulation еще не вынес, да, он поочередно открывает файлы и смотрит на подозрительную активность. Ну, как я уже сказал, подозрительной активности у нас с вами не будет, но, тем не менее, хотя бы визуально наглядно видно, как это происходит. он открывает, естественно, запускает виртуальную машину, каждый файл не эмулирует в своей виртуальной машине, а он несколько файлов загружает в виртуальную машину, и если у нас в каком-то файле находится уязвимость, то, соответственно, он это все сворачивает, эту виртуальную машину он убивает, разворачивает новую виртуальную машину, на нее запускает уже подозрительный файл, на вторичную проверку уже один, И, соответственно, дальше принимает уже окончательный вердикт. Да, здесь можно посмотреть, что происходит. Вот вердикты уже какие-то поступили. Action accept, да, вот видно имя файла и action, что с ним сделать. И тут же у нас появляется сообщение по этим файлам в Smart View Tracker. И мы можем посмотреть, да, отчет о том, что происходило. Да, localhost здесь, ну, конечно, потому что мы запустили локальную эмуляцию. Но, тем не менее, вот название файла, размер, там его md5-cash, вердикт benign, это значит все хорошо. И, соответственно, чем определен вердикт. Вердикт определен образом win7, office2010, adobe9.4 эмулятора. А какие еще бывают образы у, скажем так, у Threat Emulation? Сейчас, секундочку. Ну, во-первых, это все задается в профилях Threat Prevention. Это глобальный профиль, в котором задаются антибот защита, антивирус, Threat Emulation, Threat Extraction. И, соответственно, в Threat Emulation сервисе мы можем посмотреть, вот, собственно, те образы, которые доступны на сегодняшний день. Это Windows XP один образ, да, с офисом 2003. А семерка с третьим офисом, семерка с десятым офисом, и там 99.4 adobe, семерка с 13-м офисом, 11-м адобом. Win7 64-битная с 13-м офисом, и Win8-1 64-битная с офисом 2013 и Adobe версии 11. Понятно, что список этих образов постоянно пополняется, и в этом плане, ну, естественно, чиппоинт не стоит на месте, то есть выходит новое. Видимо, скоро уже появятся десятки образов. Это полноценная операционная система, они никоим образом не вырезаны. А, ну вот, собственно, эмуляция у нас вся закончилась, вот у нас есть некая сводная. Ну, это консоль, на самом деле, это просто так посмотреть, что вот есть такая возможность. На самом деле, главное действие происходит в Smart View Tracker, да, и вот мы видим, да, что вот все файлы, которые у нас там были, мы их благополучно проэмулировали. Это еще такой один из proof of concept, да, когда вы можете просто взять там свою файловую шару и, условно говоря, попробовать найти на ней файлы, которые могут быть уязвимы. Наверное, на этом демонстрацию я остановлю, я рассчитываю, что сейчас, наверное, у нас будут вопросы какие-нибудь, поэтому я, может быть, лучше отвечу на них, чтобы понимать вообще, чтобы какой-то фирбэк увидеть коллеги. Да, Алексей, спасибо большое. На самом деле, действительно, накопилось достаточное количество вопросов. Я сейчас, начиная с самого первого вопроса, буду по порядку их зачитывать. А, я, кажется, вижу его, да? Ну, да, я туда несколько вопросов перенаправляла. Я просто один вопрос вижу от Антона. Как позиционируется данный вендор относительно грандов типа Cisco? Да. Ну, во-первых, тут есть, как это, это лакмусовая бумажка довольно-таки такая не очень приятная, когда мы говорим о других вендорах, а чекпоинт, как это обычно о вендорах, а других либо никак, либо хорошо, да? Соответственно, если вы ждете о том, что я скажу, что там Cisco плохо, чекпоинт хорошо, такого не будет. И нужно понимать, что Cisco и чекпоинт – это разные компании, как я говорил уже сначала, что чекпоинт – это исключительно фокусирование на информационной безопасности. У Cisco несколько иная модель, в том числе внедрение новых сервисов и всего остального. Поэтому, скажем так, чекпоинт показывает себя, скажем так, очень легко и просто. На тестах вы можете поставить себе чекпоинт в реальной версии 15 дней, пожалуйста, либо взять у партнеров Demo Appliance и все это про… и поставить свою инфраструктуру, запустить туда зеркало трафика и посмотреть, посмотреть, что пропускает ваш вендор и что при этом видит чекпоинт, например. И мы можем очень долго спорить, кто лучше, но, скажем так, я могу сказать по отраслевым вещам. Во-первых, это фидбэк, очень хороший фидбэк от администраторов безопасности, которые работали с чекпоинтом и с другими вендорами. Чекпоинт всегда здесь занимал лидирующие позиции с точки зрения удобства администрирования. Удобство администрирования заключается в том, что это единая консоль. У вас нет кучи консолей, связанных с разным функционалом. Если мы говорим про то же Firepower от CISC, насколько я помню, там 4 консоли, чтобы полноценно администрировать ASA X. Здесь одна консоль. Здесь и Firewall правила, здесь и Application Control URL фильтринг, здесь же и DLP, и здесь же IPS, и Threat Prevention, Antispam и так далее, и так далее, и так далее. Это удобно. С точки зрения системы отчетности, это сильное место чекпоинта системы отчетности. Во-первых, это живой лог, Smart View Tracker. Во-вторых, есть прекрасная функция сервер корреляции событий безопасности под названием Smart Event, который не голый лог вам дает, а уже дает скоррелированные события безопасности и, соответственно, дает полное видение всей картины, а так, всего чего угодно. Сейчас он загрузится, я надеюсь, что за последние 7 дней он вряд ли что-то много покажет, но пусть загрузится. То есть это еще одна сильная сторона. Ну и плюс рейтинги NSS Club и Gartner, они говорят тоже неплохо. Опять-таки, я сторонник того, чтобы, знаете, не говорить, там мы лучше, там они хуже. Да, вот, пожалуйста, тут у нас просто тоже была недавно демонстрация по, скажем так, по атакам, да, вот, соответственно, мы здесь развлекались, атаковали. Вот здесь сводная статистика по тому, какие же уязвимости были вообще в инфраструктуре. А, так, что-то отвалилось, ладно. В общем... Ну да, еще дальше. Не важно. Да, еще также есть несколько вопросов, я их тогда... Да, давайте, я надеюсь, что на этот вопрос я ответил. Лучше проверьте, есть реальные версии, можно сделать Security Checkup, подсчет о безопасности в инфраструктуре, на две недели поставить демо-шлюз и посмотреть все самим. Вот самая лучшая штука будет. Мы поможем, естественно, ну и партнеры тоже. Вот, и также еще вопрос, также от Антона, будет ли Checkpoint вскрывать SSL-трафик для проверки? Да, безусловно. Безусловно будет, но в этом случае вы должны реализовать классический митинг, да, то есть человек посередине, вы должны либо сгенерировать свой сертификат на Checkpoint, да, такая возможность есть, я даже могу показать, это довольно быстро, делается легко. Да, Checkpoint встает в разрыв, вы... Вот, ищите PES инспекцию, но вот у меня он уже сгенерирован, да, вот, сертификат я тут сгенерирую буквально на днях, да, соответственно, я добавляю этот сертификат в список доверенных и ставлю галочку Enable HTTPS Inspection, все. Это SSL, пожалуйста. Ну, если мы говорим про HTTPS. Если мы говорим про там TLS-трафик, например, разбирать его, да, тоже это либо, когда, ну, если мы говорим про SMTP, там, да, и почтовый трафик, то, соответственно, да, Checkpoint может работать mail-трансфер-агентом, принимать на себя весь трафик почтовый, да, то есть вы можете в первичных МХ записать Checkpoint как приемник и, соответственно, здесь forwardить, ну, вот здесь у меня NextHop сделан, здесь тупиковый MTA сделан, но можно NextHop поставить ваш сервер, соответственно, Checkpoint сначала принимает на себя всю почту и, соответственно, отправляет ее дальше. Да, если мы говорим про какие-то аутентификацию по сертификатам, там, или PGP почту, ну, тут, понятное дело, тут никто не сможет его разобрать, так что, ну, так что, да, вещь ТПС-инспекция есть, и социальная инспекция есть, можно подделывать пакеты и, там, групповыми политиками распространять нужный корневой сертификат, можно экспортировать свой, да, это такая возможность тоже есть, как бы, если у вас уже есть предгенерированный сертификат, у вас есть ЦА свой, пожалуйста, вы можете экспортировать его сюда. Это вообще не проблема, ну, то есть вот это в три шага делается, и все очень просто. Вот, ну, и также следующий вопрос еще, какая архитектура процессора эмулируется для виртуалки и какими мощностями? Вот так вот. Ну, это Intel Hustle, да, и как бы, ну, как архитектура X64, соответственно, какие мощности, честно говоря, чекпоинт не особо распространяется о том, ну, точнее, у него вообще вы ни в одном дата-шите не найдете о том, о чем же он нашпигован. Есть всякие там, как это, блоги частные, да, где люди там разбирают чекпоинт и смотрят, ага, из чего же он сделал. Вот, я могу сказать про апплайенсы, которые есть, да, вот здесь у меня представлены, их сейчас четыре штуки на данный момент, да, ну, чтобы было понятно по нагрузкам, скорее всего, вопрос связан именно с нагрузками, да, какие могут быть. Вот есть начальный апплайенс, да, который может обрабатывать до 100 тысяч файлов в месяц, рекомендуемое количество пользователей до 1000 человек и, соответственно, до 150 Мбит производительности. И, соответственно, есть вот совсем нашпигованный апплайенс, там, двухъюнитовый. Ну, тут две версии есть. Есть обычный TE2000X, а есть High Performance Package, это там увеличенное количество оперативной памяти, соответственно, за счет этого там можно запускать... А, ну, на них, по-моему, даже они просто лицензиями отличаются, на самом деле на них можно запускать одновременно от 40 до 56 виртуальных машин. А вот на начальном апплайенсе можно одновременно запускать 4 виртуальных машины. Вот, соответственно, ну, как-то так. И да, на всех апплайенсах доступен CPU-level detection, он работает независимо от чего-либо. Вот, ну, еще тут несколько такие есть интересные вопросы. Вообще, как долго пользователь должен ждать вердикт о безопасности файла? Да, смотрите, тут, наверное, нужно немножко отойти. Во-первых, это настраиваемый параметр, да, начнем с этого. То есть пользователь, условно говоря, администратор сам назначает, сколько пользователь должен ждать. Обычно, ну, из коробки это 60 секунд. Это настраиваемый параметр. А, нет, так, это память. Ну, и также там был вопрос, есть ли возможность вот эти сообщения, которые поступают в Checkpoint, настраивать текст в русский... Ну, конечно, конечно, конечно. Это все связано с юзер-чеком, да, это называется... Вот, есть раздел «Юзер-чек», пожалуйста, вот все эти сообщения. Вы можете их открыть. Здесь, там, не знаю, хотите по-русски... В общем, здесь можно по-русски дальше понимать русский язык, все хорошо, можно здесь добавить языки еще, ну, там, то есть сообщения можно на нескольких языках вообще сделать, если вам надо. Можете сделать на одном... Он прекрасно воспринимает русский язык, если мы сделаем превью-ин-браузер, вот мы видим, что русский язык все хорошо, как бы вот так пользователи будут это видеть. Логотип тоже можно заменить, как бы, это не вопрос. То же самое касается и сообщений, которые приходят в e-mail, это все русифицируется, там, UTF-8 полный, то есть тут вообще проблем никаких нет с этим. Сообщения кастомизируются в ходе того, что вы можете там обязать пользователей, не знаю, не обязательно галки ставить, там, да, можно сюда добавить поля и сказать, что они обязательно, там, не знаю, так, здесь user input, да, например, соответственно, сейчас, секунду, текстовый input, да, и, соответственно, пользователь здесь может еще описание свое добавить, там, почему он доверяет этому отправителю и так далее. И это делается со всеми сообщениями user check, это не связано только с threat prevention, в том числе application control, oral filtering, то же самое. здесь можно сделать action, здесь тоже есть user check, и здесь, опять-таки, все эти сообщения, они могут, вот, пожалуйста, переводиться на кучу языков, в том числе на русский, пожалуйста. вот, блоки message, там, в частности, у нас тут переведен, там, на, ну, вы это можете добавлять, сколько вам надо, вот, то есть русским языком у чекпоинта проблем нет. Вот, наверное, можно так ответить. да, еще вот такой вопрос интересный, что делать, если операционка в песочнице накрылась. Операционка в песочнице накрылась. Смотрите, здесь, как бы, технология такая, что первоначальный образ скачивается с сайта чекпоинта, с самим апплаинсом, вам ничего делать не надо, вы просто включили образ, он пошел качаться. И дальше из этого образа разворачивается виртуальная машина. Она живет ровно столько, сколько нужно эмулировать. То есть, как бы, она умирает и разворачивается новая машина. Ну, считайте, снапшоты, да, вот, наверное, самая близкая тема. То есть, как бы, даже если там уязвимость такая хитрая, что переломала всю машину, все равно threat emulation daemon находится снаружи и следит за тем, что происходит в виртуальной машине. Если что-то пошло не так, он сразу же ее крэшит и разворачивает новую. Все. Больше ничего не происходит. То есть, как бы, запороть сам образ невозможно. Ну, то есть, потому что это технология снапшотов и просто вот разворачивания виртуальная машина из образа. Все время новая. Если у вас там поставлено время на эмуляцию 60 секунд, например, пожалуйста, вот у вас машина, и у вас один файл пришел, у вас запустилась одна виртуальная машина, она прожила 60 секунд, получила вердикт и все, она умирает. Такие дела. Ну, вот как-то так. То есть, ну, испортить виртуальную машину нельзя, в общем. Понятно. Еще один вопрос. Ярослава Бондаренко. Вот существует ли режим обучения в данном продукте, как в некоторых фаерволах? И насколько... Ну, так вот, сложный вопрос. Тут несколько вопросов в вопросе. Насколько часто будут сложные срабатывания системы на нормальный контент и как с этим бороться? В двух словах. Вот. Далее. Как пользователь узнает о зараженном объекте? Ну, это, понятно, мы там уже затронули. Как вы сказали, Sunblast обнаруживает вредоносный код во многих известных форматах файлов. Может ли так получиться, что файл не будет пересобран? Если да, то что система делает со исходным файлом зараженным? Сохраняется ли он где-то? Да, я понял. Смотрите, исходные файлы обычно удаляются, но на самом деле нет. Там можно залезть в системные настройки, там где-то порыться и найти этот исходный файл. Но на самом деле это все в кэше просто лежит, и оно потом очищается рано или поздно. Это первый момент. Но вообще по политике файл удаляется. Если он вредоносный, он удаляется. И как бы, ну, это политика такая. Удаляется он сразу или нет, это вот, соответственно, от размера кэша зависит. Но обычно его администратор в теории может вынуть, но на практике это, ну, скажем так, не работает. Насчет false positive срабатывания. Коллеги, здесь нужно понимать одну важную вещь, что как бы false positive срабатывания могут быть естественны. Они есть даже у сигнатурного антивируса, где, казалось бы, вообще нечему срабатывать неправильно. Но, тем не менее, оно есть. Соответственно, threat emulation не является исключением. Но у чекпоинта здесь есть важный момент. По любой сигнатуре определяемой у него есть так называемое confidence level. Вот здесь protection activation, это общее для threat prevention, это в том числе антибот, антивирус, threat emulation, threat extraction. Чекпоинт понимает, что любой из этих продуктов может давать false positive срабатывания. Соответственно, можно делать таким образом, что, например, high confidence, это значит минимальное количество false positive срабатываний на тех или иных сигнатурах. В общем, каждая сигнатура в чекпоинте помечается уровнем доверия. То есть, условно говоря, если уровень доверия hyper confidence у сигнатуры, значит, скорее всего, у нее очень мало false positive срабатываний. Если уровень low, то, соответственно, у нее много false positive срабатываний. И вы можете поставить здесь либо inactive, либо ask, это администратор будет присылаться сообщение либо на почту, либо прямо в интерфейсе программы. Либо detect, да, соответственно, вы можете поставить в detect, medium confidence, low confidence, да, допустим. И это будет относиться ко всем бейдам, которые находятся в threat prevention, то есть антибот, антивирус, threat emulation и так далее. И, соответственно, как бы вы, получая отчет, да, об угрозах проходящих, вы будете видеть, что, ага, вот этот файл у нас как бы в превент, потому что чекпоинт хорошо определил эту уязвимость, а вот этот файл у нас в detect попал, надо бы его попробовать там переэмулировать, либо там, я не знаю, либо подождать просто, да, там, можно же, ну, там, не знаю, то есть пользователю также будет приходить сообщение, ну, точнее, пользователю не будет приходить сообщение, на самом деле, вы можете, ну, уже там, как-то своими методами внутренними определить, что да, вот этот файл, либо да, либо нет, ну, там, не знаю, подождать, например, когда антивирусные базы обновятся или еще что-то, ну, вот как-то так. Поспозитив срабатывание есть везде, но везде, даже, вот, казалось бы, в антивирусах, которые, там, работают на базе сигнатуры, там, в общем-то, срабатывать не очень далеко. А повторите, пожалуйста, первый вопрос, вот я с конца немножко начал, наверное. Да, там еще вопрос, как раз таки, сейчас, одну секунду, вопрос конкретно про обучение. Существует ли режим обучения в данном продукте в некоторых файрволах? Вот, ну, дальше вопрос, насколько часто будут сложные срабатывания системы, ну, вот то, что про норму. Да, 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 я понял. А режим обучения, ну, смотрите, тут режим обучения, это как любая сигнатура, ну, вообще, любая политика, которая есть на файрволе, она может быть настроена в режиме детекта. А, как бы, режим обучения, ну, я вот, честно, слабо себе представляю, ну, то есть, как я себе представляю режим обучения, да, ведь же администратор не будет сидеть, там, не знаю, круглые сутки перед системой мониторинга и смотреть, что же у него сыпется из-за атак, да, в режиме детекта, и тут же галочкой помещать, ага, вот это плохо, это надо закрыть. Ну, такого, наверное, не происходит. Обычно это происходит как? Вы берете ретроспективный анализ, при том, именно по той системе, которая вас интересует, там, допустим, IPS. IPS всегда настраивается, всегда настраивается последовательно, то есть вы не всегда знаете, какие угрозы актуальны именно для вас, да, допустим. И это вообще абсолютно нормальная методология, там, с точки зрения IPS, составите сначала практически все в detect и просто ретроспективно, там, за несколько дней, несколько недель смотрите, какие были для вас атаки актуальны, то есть, какие атаки определял IPS и какие они были, например, для вас актуальны действительно, да, вы видели, там, у вас, не знаю, сервер был под загрузкой, либо там DDoS шел, ну, либо DDoS какой-то шел, либо еще что-то, да, и исходя из этого вы понимаете, что да, эта атака действительно актуальна, и как бы вот таким образом происходит режим обучения. Нет такого, что да, там, не знаю, вы поставили все в режим detect, а потом приходите с утра с чашкой кофе, открываете консоль, и чиппоинт вас спрашивает, смотри, что я нашел, значит, и поставь туда или нет. Такого нет, вот, как бы, но, естественно, все, все, все политики, это обычно такой эволюционный процесс, и, ну, обычно он происходит как бы по инициативе администратора безопасности уже, и поэтому назвать это, то есть, тут скорее администратор безопасности учит шлюз, как правильно защищать его инфраструктуру, нежели наоборот. Ну, то есть, как у таких домашних, имеется в виду, наверное, ну, как это, домашние файрволы, там, да, когда хоба заблокировал подключение и спрашивает пользователя, а правильно ли я это сделал. Ну, в сетевых, ну, скажем так, в таких big enterprise решениях, ну, это сложный реализуемый механизм, и мне кажется, он как бы немножко такой. Ставьте все в detect, смотрите, что актуально для вас, и, соответственно, переводите в prevent, это доступно везде, на всех бульдах, ну, кроме файрвола, наверное. В файрвол вы более-менее знаете, как у вас работает, какие у вас сетевые сегменты есть, и такие друг от друга надо скрывать. Во всем остальном есть режимы detect и prevent вообще во всем. Это и в retemulation, в антиботе, антивирусе, IPS, DLP, application control, neural filtering, все можно вставить в режим detect, все, а потом уже смотреть. Соответственно, берете, выгружаете в смарт-ивент и смотрите репроспективно, что же было актуально для вас, и блокируете уже конкретно эти вещи. Так, и еще вот несколько вопросов, также, ну, таких вот, также от Антона Макарама вопросов, бывает ли обновление прошивок для оборудования, и вопрос еще от Владимира Зайцева, как обстоят дела с рукой русскоязычной документацией? Так, отвечаю на первый вопрос, да, естественно, Checkpoint обновляется, потому что они также находят все овязвимости, либо также расширяют свой функционал, да, обновление по ООО есть, и вот сейчас, на данный момент, ну, сегодня мы все смотрим на версии, вот если вы посмотрите R7.7.30, это версия ГАИ, да, а на сегодняшний день сейчас вот выходит, уже вышло для менеджмента, и скоро для Security Gateway выйдет R8.10, это там драматически новая версия и так далее. Да, постоянно выходят всякие хотфиксы, патчи и все что угодно. То есть, ну, это обновляется на уровне железа уже, то есть, да, там есть удобный интерфейс обновления. Я сейчас не буду заходить, чтобы не задерживать там время. Да, можно обновлять, все хорошо, обновление выходит регулярно, можно это автоматизировать даже, и никаких проблем в этом нет. Так, и еще один вопрос был с... Да, про документацию русскоязычную. Да, с русскоязычной документацией все несколько сложнее. Ну, смотрите, здесь как бы она есть в каком-то виде, но обычно это такое... она есть. В общем, она есть, но в основной своей массе она англоязычная все-таки, да, русскоязычной документации довольно мало, она есть по всем продуктам, да, то есть, Чукпоинт, наконец-то, перевел свой сайт на русский язык, нормально перевел, вот. Мы очень долго ждали этого момента, на самом деле, кроме шуток, действительно, там, с какого-то, чтобы не соврать, даже с 2010 года там не обновлялся русскоязычный сайт, и, в общем, было все плохо, и мы, как бы, Чукпоинт по этому поводу очень сильно-сильно беспокоили, но они сделали, да. То есть, там начинают появляться какие-то материалы на русском языке, но сразу хочу сказать, что administration-гайды, они все на английском языке, и, ну, как бы, если это проблема. Но есть важный момент, что у нас, в принципе, накоплен, ну, довольно неплохой багаж собственных знаний, да, условно говоря, там и партнерских, и каких-то дистрибьюторских и так далее, и, в принципе, эти все документы есть, и, ну, в каком-то виде их можно так или иначе будет получить. Вот. Ну, тогда да. Ну, да, в принципе, есть техподдержка на русском языке, и есть несколько авторизованных компаний для оказания первой линии поддержки на русском языке, и это есть. И любой вопрос технически можно задавать туда. Как бы обычная техподдержка идет в комплекте с, ну, то есть, как бы обычное железо покупается вместе с техподдержкой, и, пожалуйста, вы можете задавать там вопросы в первую линию и его там на русском языке, и вам ответят. Да, тут еще, на самом деле, буквально последние берем три вопроса, все оставшиеся вопросы, я думаю, что мы уже, как бы, ответим на них в режиме вот после вебинара, да? Да, конечно, конечно, конечно. Да, вот такой вопрос интересный, когда вы говорили про, так скажем, про виртуальную машину, про ее уничтожение, да, там и работу в течение 60 секунд, это вот, я думаю, к тому моменту вопрос. А с какой-нибудь с задержкой по времени, например, зловред не сможет обойти проверку, которая длится 60 секунд. Это очень хороший вопрос. Да, если он, если зловред начнет свое действие не сразу, вот, вот такой вопрос, да. Да, смотрите, хороший вопрос, к сожалению, сейчас, наверное, я быстро не найду презентацию вам, в которой, ну, скажем так, у нас сейчас готовится обучение более обширное по самобласту, да, и это, как бы, вопросы расширенного обучения. А у чекпоинта, у track emulation технологически есть огромное количество режимов, ну, точнее, огромное количество всяких штук по защите от техник обхода. Например, задержка во времени, да, чекпоинт ускоряет, виртуальные машины, они ускоряют немножко время, ну, чуть-чуть. Я не знаю, честно говоря, насколько, я не смотрел, вот, этого не могу ставить. Но я точно знаю, что там присутствует ускорение времени, и так называемые time delay атаки, оно сканирует. Больше того, в каждой виртуальной машине пишется свой rootkit, который при загрузке виртуальной машины скрывает все системные демоны, которые связаны с эмуляцией. Есть зловреды, которые умеют определять, что их эмулируют. В частности, это тест на системные процессы, если в них есть процессы, похожие на процессы, которые отслеживают активность, да, внутри виртуальной машины. Тест на виртуализацию, такое тоже есть, чекпоинт этим защищается, да, он пробрасывает там реальные процессоры, какие-то камни, там, что вот, да, это реальная машина. А тест на подсоединение к интернету, да, программа не делает ничего до тех пор, пока не получит там инструкции из интернета или не проверит доступность какого-нибудь сайта. Да, чекпоинт здесь разворачивает виртуальный DNS, разворачивает виртуальный, ну, условно говоря, типа веб-сервер, да, который принимает TCP-запросы, да, если там идет пакет из серии Hello, то он ему отвечает 200 всегда. То есть, условно говоря, зловред, если проверяет доступность интернета, чекпоинт ему говорит, что да, интернет есть. И многое, 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 многое еще, вплоть до того, что, например, проверка на ММХ инструкции, да, проводится тоже в том числе в... Ну, то есть, короче, инструкции тоже пробрасываются внутри виртуальной машины. Ну, то есть низкоуровневая процессорная инструкция. И, ну, там, на самом деле, очень большой список того, как чекпоинт борется с обходами с инбоксинга, и это довольно интересная тема, это хороший вопрос, и, поверьте мне, там очень многое. И чекпоинт, ну, как бы у него есть и планы еще на 16-й год добавлять и добавлять. В частности, будут там веб-угрузы добавиться, да, он будет пытаться открывать какие-то сайты, да, например. Туда же добавится в ходе того, что он будет, ну, я немножко по спойлерю, да, что будет в 16-м году. Будут иконки сравнивать, например. Если к вам поступила какая-то экзэшка с иконкой, похожей на иконку с существующих каких-то программ, он тоже будет помечать это как плохой активность и так далее и тому подобное. Но это все развивается. Сейчас CPU-level detection – это такая главная штука. Но техники обхода, да, чекпоинт о них знает, и чекпоинт их реализует. В частности, это ускорение времени, это таймблые атаки, там, да, это про, ну, там, открывание промоста чего-то там. Например, если вы заметили, там на рабочем столе лежит файлик с именем Confidential, да, например, доковский. Это вот как раз к вопросу о криптолокерах, да, которые ищут доступные файлы, там, док-форматы, желательно содержащие, ну, какие-нибудь ключевые слова, типа «конфиденциально», там, и так далее и тому подобное. Вот, это вот, к примеру, все это есть. С точки зрения зловреда, да, эта машина выглядит как физический сервер, подключенный к интернету. Это что самое интересное. Ясно. Еще вот тогда сейчас буквально выберу наиболее интересный вопрос. Вот сейчас вопрос о возможности обработки файлов с ЭЦП. Вот такой вопрос. И что с сертификацией решения в СТЭК? А, смотрите, хороший вопрос про СТЭК сейчас покажу. Значит, по поводу ЭЦП. Смотрите, любой зашифрованный файл, если мы говорим про там цифровую подпись, ну, с точки зрения шифрования, да, то, как бы, любой зашифрованный файл никто, естественно, прочитать не сможет. И, ну, если вы найдете компанию, которая вам скажет, да, мы там можем зашифрованный архив, например, прочитать, то окей, нет. А с точки зрения обычного файла, да, ничего страшного. Ну, открывается, открывается, как обычный файл. Если мы говорим о... Ну, в общем, короче, все, что шифруется, естественно, не может быть распаковано. Зашифрованные архивы нельзя распаковать, но их и никто не распакует вам, да? У нас сейчас нет на сегодняшний день технологий, которые на лету могут взламывать архивы. Ну, то есть, может быть, они есть, но они не очень комплантные, поэтому их никто не афиширует и не внедряет, естественно. С точки зрения, да, сертификации в стек ФСБ, я этот файлик... Ой, я тут вскрыл... Вот она, сертификация в стеке ФСБ. Значит, смотрите, тут какая история. Во-первых, ну, так как CheckPoint выбрал Россию стратегическим рынком, то, естественно, они очень хорошо взаимодействуют со стеком ФСБ. Вот на сегодняшний день у меня пока есть вот такая актуальная табличка, а ее видно, да, я надеюсь. Значит, смотрите, по Sunblast сертификации нет. Ну, то есть, как бы там, несмотря на то, что крутится та же самая версия ГАИ, но там, как бы, есть определенные нюансы, да. Ну, вот, например, вот если мы возьмем R7.7.10 версию, да, вот сейчас самая актуальная R7.7.30 продуктовая. Вот, на сегодняшний день R7.7.10, она имеет сертификаты, все сертификаты по, во-первых, по железным оплайнсам, по OpenServeGram, по VMware Network, да, и, кстати, есть валидное встраивание крипто-про, да, чекпоинт поддерживает ГОСТ, если для кого-то это актуально. Пожалуйста, это есть все. На по третьему классу и техническим условиям, да, сертификат есть, получен. Сейчас находится на сертификации, там, по НДВ, да, по недоконтрированным возможностям, то есть, ну, вот, как бы ждем, ждем. Но вообще я хочу сказать, что чекпоинт очень быстро довольно-таки проходит, сертификацию в отличие от, соответственно, да, вы, если вам нужна сертификация, единственное, что вам надо сделать, это, ну, там, просто отдельно дистрибутив поставляется, у нас есть такие, я, честно говоря, забыл, как компания у нас называется, ну, в общем, она отвечает за поставку сертифицированной дистрибутив, да, можно отдельно купить у нее, и вы, как бы, получите диск с голограммкой о том, что у вас там все хорошо. Вот это текущее состояние аттестации в ТЭК ФРБ. Ну, и есть, есть ГОСТ, ГОСТ есть. Ну, вот по Threat Emulation Applients я сразу скажу, пока у нас даже нет нотификаций на них, насколько я помню, еще пока, и поэтому, ну, тут, то есть пока мы можем, это как proof of concept, если посмотреть хочется, можно сделать облако, да, мы готовы сгенерировать вам триальную лицензию, пожалуйста, это не проблема, обращайтесь вот к партнеру, и, да, вы получите триальную лицензию, можете спокойно генерировать, там, отправлять файлы на эмуляцию в облако, там, я не помню, честно говоря, какая фото, выдается по умолчанию, ну, что-то приличное на самом деле, то есть можно, не знаю, месяц сидеть, например, и смотреть, что у вас проходит, пожалуйста. Все это возможно, триалы на месяц, если надо потестировать, пожалуйста. Из коробки доступен триал на санчик по 15 дней, в принципе, этого достаточно для проведения security check-up, если вам хочется еще Threat Emulation в облаке, и если вам хочется, там, подольше это потестировать, пожалуйста, тоже это можно сделать. Да, еще вот у нас вопрос последний, ну, правда, мы уже затрагивали этот вопрос, но вот опять про образы, да, как образы в систему загружаются, и опять же про свои образы, возможно ли загрузить, например, для санбокса. Смотрите, свои образы загрузить нельзя, свои образы загружаются только через запрос дополнительного функционала к вендору, и вендор, соответственно, специально подготовляет этот образ, как я уже сказал, он пишет там свои rootkits, например, ему нужно внедрять туда своих демонов, да, которые будут отслеживать состояние виртуальной машины, и так далее, и тому подобное, соответственно, образ должен быть подготовлен. Просто так загрузить, да, там, куему виртуальной машины, куему, да, но если вы просто создадите образ и попытаетесь каким-то, я не знаю, хитрым методом его туда засунуть, ничего не заработает. Это первое. То есть свои образы загружаются только через вендора, через запрос. Но сразу оговорюсь, это не такая процедура, что, типа, вы написали вендору, я хочу там macOS X, там, L-капитан, и как бы бах, и завтра вышел L-капитан. Как бы это очень сложно, это долго, и ему необходимо много запросов, ну, потому что вендор тратит много времени на подготовку этих образов. Загружаются образы через систему апдейтов самого чип-поинта. То есть вы включаете образ, и он начинает его качать. Просто на Appliance выкачивает, там, эти 4-5 гигабайт образа, потом инициализирует, скачивает для него, там, еще сопутствующие файлы, связанные с правилами, там, для файлов. Ну, там, в общем, много-много всякой мета-информации, которая ему нужна, и, соответственно, подготовленный образ уже запускается. То есть, да, если вы, например, включили, там, только образ Windows 7, эмулировали, эмулировали на нем, а потом резко включили образ 8.1, значит, поставили, сказали install policy, у вас сразу образ 8.1 не заработает, ему нужно время для того, чтобы скачаться и чтобы инициализироваться. То есть это, ну, как бы займет время, это полноценная виртуалка, то есть, ну, 8, например, весит, по-моему, около 6 гигов. Вот, они заливаются через чекпайнтовую систему апдейтов, которая, в свою очередь, крутится, ну, если уж совсем интересно, на контент-деливери-нетворке от Akamaya, да, и, соответственно, серваки которого разбросаны по всему земному шару, то есть, и, соответственно, да, также выбирается в ближайшие и с наименьшими задержками и качается с него. Ну, то есть это быстро, довольно-таки, то есть через Akamaya CDN они распространяют все обновления, поэтому это быстро. Вот. Отлично. Ну, я думаю, что на этом мы немножко за наши рамки. Я еще раз всех тогда сагитирую, опять же, да, брать на тестирование. Обращайтесь к нам, сейчас я буквально на несколько секунд, да, вот, появился наш сайт, вы можете посмотреть, вот здесь вы увидите контакты. Так, сейчас, вот, теперь вы увидите контакты, да, вот здесь, да, вы можете посмотреть и написать нам обязательно, запросить какие-то тестовые версии, и обязательно мы их предоставим, скажем, что это даст, что вы получите на выходе, да, то есть все вопросы по поводу тестирования, демооборудования также и всего-всего, что связано с чиппать, вы можете написать сюда, и мы в самое ближайшее время вам уже ответим. Вот, Алексей, да, хочу еще раз сказать огромное спасибо. Так, Ксения, спасибо вам, коллеги, спасибо всем, кто присутствовал. Я надеюсь, что было интересно, полезно, и, скажем так, я вас смог заинтересовать. Технология действительно новая, интересная, и я думаю, что у нас еще будут, я надеюсь, Ксения, у нас будут еще вебинары по этому поводу, и мы, как-то, наверное, более развернуто посмотрим на то, как это все работает. Да, я думаю, что обязательно тема очень живая, очень актуальная, очень много вопросов всегда, и я обязательно думаю, что мы сделаем что-то подобное еще раз, более, более, может быть, с большей демонстрацией, да, с какими-то более конкретными вопросами разберемся. Буквально несколько секунд подведу итог, что вот по итогам вопросов, да, у нас самым активным оказался Антон Магарамы, вам обязательно наши менеджеры свяжутся, и вам небольшой подарок от компании Оли, так скажем, да, доставят. Еще раз скажу, да, обязательно пишите на контакты, которые указаны у вас на экране, и помимо того, что, ну, несколько слов скажу, опять же, да, про компанию Оли, это партнер-партнер компании Checkpoint, все решения Checkpoint вы можете заказывать у нас, также у нас всегда есть специальные предложения, акции, скидки, вы можете перейти, да, по баннеру, да, на сайте, все специальные цены здесь, и, соответственно, посмотреть, да, что же мы предлагаем. Ну, все, еще раз, коллеги, всем спасибо, спасибо, Алексей. Коллеги, спасибо вам, всего доброго. На этом мы тогда прощаемся, всего доброго, и следите за нашими новыми встречами, и регистрируйтесь на наши новые онлайн-вебинары. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok